Последнее, что нам с вами нужно обсудить, это лексический минимум и разминочное упражнение к данному уроку. Так, давайте по лексическому минимуму пройдемся, обращая особое внимание на форму аориста данного глагола. Первый глагол, мы так чуть-чуть вскользь его упоминали, апатне с ко с корнем та, апо пристав да та в корне. Ну, та натус, смерть, как раз от этого корня имеет значение умираем. В имперфекте ап и тнескон, видите, тнеск, основа настоящего времени в имперфекте сохраняется, ап, потом превращение, тнеск и он. В будущем времени мы хорошо видим корень тан, это сонорный глагол, поэтому здесь нет сигмы, есть только эмсилон, который сливается с соединительной гласной, давая дифтон к у. И в будущем времени глагол апатне с ко употребляется только в форме среднего залога, ну, что достаточно типично для многих глаголов, которые в будущем времени, вот, даже имея настоящий залог в настоящем времени, вот, употребляются в среднем будущем. Буду есть форма будущего времени, ап, о, тан, у, вот, церение произошло мая. И теперь имперфекте, что нам интересно, ап, приставка, э, превращение, тан, корень, он, окончание, ап, тан, он. Смотрите, и будущее время, и аорис образовались от корня тан, и только в настоящем времени добавился суффикс ска, что-то еще трансформировалось, и получилось апатне ска. Так что, если вы хотите узнавать данный глагол, пожалуйста, заучите еще его корень, и тогда для вас он будет достаточно простым. Ну, и опять же, видите, как имперфект и аорис отличаются, имперфект а, пе, нэск, он, аорист а, пе, тан, он. Совершенно разная основа. Артас, хлеб. Бауло, ну, мы уже с вами сталкивались с глаголом эк, бауло, выбрасывало, теперь бауло, ну, тот же самый корень. Бауло, имперфект э, бауло, с двумя лямбами, будущее бауло, с одной лямбой, естественно, это сонорный глагол, поэтому здесь произошло слияние, и вы видите, бауло, и обратите внимание на ударение. И теперь аорист, э, бау, он. И тот же самый корень бау, ну, превращение, он, отличается от имперфекта тем, что здесь, как и в корне, одна лямбда. Следующая существительная земля, гэ, ну, и какой-нибудь гео, корень, достаточно часто встречается в разных русских словах, поэтому вот легко запомнить. Следующий глагол гиномай, становлюсь, происхожу, и в некоторых случаях просто является глаголом-связкой, употребляясь практически точно так же, как употребляется глагол эйми. Корень его ген, в настоящем времени он превращается в гиномай, то есть корень достаточно сильно трансформировался, там его йота появилось, много что изменилось, но в остальных временах корень ген хорошо виден. Генесомай, будущее время, и эгеномэн, аорис. В аорисе у него форма среднего залога, и чаще всего, часто он в форме среднего залога в аорисе встречается, хотя, возможно, там форма страдательного залога, мы потом к этому вопросу вернемся. Но, посмотрите, как аорис устроен, э, превращение, ген, корень, ну, о, мэн, соединительное гласное, с окончанием. Если вы помните корень ген, что для гиномай, то вы легко узнаете его. Значение становлюсь, происхожу, есть, и достаточно часто употребляется, как глагол связка, очень похож на, по употреблению на глагол эйми. Также употребляется с двумя именительными падежами, в русском я становлюсь кем-то, творительный падеж, я стал человеком, например. А в греческом языке при глаголе гиномай, так же, как и при глаголе эйми, будет два слова в именительном падеже. Ну, давайте какой-нибудь пример. Евангелие Тауна, первая глава, 14 стих. Кайхологос, сакс, эгенето. И слово плотью стало. Видите, хологос, в именительном падеже подлежащее, сакс, ну, без артикля, в именительном падеже именная часть сказуемая, сакс, эгенето, плотью стал. По-гречески и слово плоть стало, ну, так, конечно, не надо переводить, норму русского языка становиться кем-чем творительный падеж, норму греческого языка при глаголе связке, ну, и словам употребляемым, аналогично глаголу связка, где употребляется два именительных падежа, поэтому и слово плотью стало. Эгенето. Вот корень ген хорошо виден и в этой форме тоже. Следующее слово, эйс, эхомай, ну, эхомай, прихожу, и думаю, уже учили, просто с приставкой эйс имеет значение вхожу. Глагол с несколькими корнями. На будущее время элиусомай, вот это корень элиут, и сигма-т съедает. Ну, и эйс, элиусомай, если вместе с приставкой. И в аоресте эйс, элтон. Лт, вот это от корня, элт, от корня. Мы видим, элу куда-то там потерялось, поэтому, может быть, проще не столько даже корень заучить, сколько вот эту форму элтон для аориста данного глагола. Эксер хамой, то просто с другой приставкой выхожу, ухожу. Эки еще и так же. Хауриско, глагол с корнем хау. Соффикс иск добавляется в настоящем времени. Есть для запоминания некая подсказка хаурика. Это перфектная форма данного глагола. Мы ее будем изучать попозже, но посмотрите в списке стандартных форм. Там сначала будущее время, хауресо, потом аурист, хаурон, и потом вот это хаурека. Это форма перфекта. И вот слово эврика происходит как раз вот, ну русское слово, заимствованное, конечно, слово эврика. Я нашел, это то, как кричал Архимед, который обнаружил способ проверить частоту золота в царской короне. Да, погрузил корону в жидкость. По объему выясненной жидкости выяснил объем короны. И, ну и зная объем и вес, уже нужно было посчитать плотность и определить, золото это или не золото. Так вот, возвращаясь к этому слову, корень у него хаур. И в имперфекте варианты возможных хаурискон или хаурискон с эпсилон и с этой. То есть, видите, эу вначале может удлиняться или не удлиняться. А в аористе просто эурон без удлинения только есть вариант. Да, вот эу часто глагол не имеет приращения, поэтому также эур, ну и он. Запомните корень этого глагола, запомните факт отсутствия приращения в аористе и легко будете его узнавать. Следующий глагол, ламбано, беру, получаю, с корнем ламб или ламб, с вариацией мю, а есть, нет. Ан, суффикс добавляется в настоящем времени для образования ламбано. В будущем времени форма лэмб, сомай. Что здесь произошло? Б, с, далее пси. Ну, мю, вот это беглое, она добавилась в будущем времени, поэтому ламб, сомай. Может быть, на ламбано не очень похоже, но если вы заучите корень ламб, ламб, для этого глагола поймете и форму будущего времени. Еще один глагол, который в будущем времени употребляется в форме среднего злога, хотя в настоящем употребался в форме действительного злога. Орис этого глагола, э, ламб, он. Просто от корня ламб, превращение, там, окончание среднего гласа и корень ламб. Как видите, орис очень простая форма, ну, по крайней мере, второй орис. Главное знать корни. Ут и не. Ну, частицы будет следить вместе, легко запомнить. Прос эрхомай. Еще один глагол от эрхомай, только просто с приставкой прос, подхожу, прихожу. И прос эухомай. Немного похожие слова, не перепутайте, молюсь. Здесь приставка прос, корень эух. Что касается формы ауриста этого глагола, ну, да, давайте посмотрим. Имперфект прос эрухомай. Эпсилум удлинилась в эту. А здесь эру нам не помешало. В будущее время прос эрухсомай. Добавилась сигма и хс, далее, кси. Вот поэтому прос эрухсомай. И форма ауриста этого глагола прос эрухсомэн. Почему такая форма? Потому что это первый аурист, а не второй. А там для образования первого ауриста добавляется суффик са, который вы здесь, собственно, можете наблюдать. По какой причине Маунс, автор учебника, решил в урок, посвященный второму ауристу, вставить глагол, который образует форму первого ауриста, я не знаю. Наверное, это какой-то важный педагогический прием. Но это его педагогический прием немой. Да, может быть, какое-то опережающее обучение. В следующем уроке мы обсудим, как, собственно, такие формы образуются. Если знать, что суффикс са служит для образования ауриста, то все просто. С и х, далее, кси, как и в будущем временем. Поэтому приставка прос э приращение, кса суффикс, ну и мэн вторичное окончательное. И слово пуф, огонь, оно третьего склонения, поэтому пуф-пу-рос, пожалуйста, заучивайте его, как слово третьего склонения, иначе вы не сможете, может быть, какие-то формы ясно распознать. А пир в византийском варианте читалось как и, поэтому пир, и отсюда там пиротехника, пиромантия, и все, пирмания, и все остальное. Учите слова, здесь много глаголов, но, и много слов, но эйс эрхомай, экс эрхомай, прос эрхомай, вообще запоминаются просто сразу и легко, но остальные придется потратить время, ну и обращайте внимание на форму ауриста. И дальше вам приведены предыдущие слова, чтобы вы обдумали, как ауриста от них образовывается. Мы уже немного пробежались, кстати, по этим словам. Геноско от корня, с корнем гно, это глагол, образуемый, так называемый, корневой аурист, когда окончание сразу добавляется к основе бессоединенной гласной, и у вас в учебнике приведена для него парадигма, мы ее читали, экбалло, так же, как и балло, иметь корень бал, просто с приставкой, эксэ, баллон, приращение после приставки, эрхомай, элтон, лучше заучите, эсэ, эхо, эсхон, сэх, корень сэх превратилась в сэхэ, но сэхэ хорошо видна, и если вы помните корень сэх, вы легко будете узнавать эту форму, лэго, эйпон, в принципе, этот глагол мы с вами уже заучивали просто эйпэн отдельно форму, потому что очень часто повторяется в Новом Завете, но теперь вы полностью знакомитесь с этим глаголом, и он многокоренной, поэтому его вторую основу, ну или третью, значит, лэго, эрро, помните, в будущем времени теперь эйпон, вам третью теперь уже по расчету основу придется заучить наизусть. Хорао, в аоресте эйдон, корень его в аоресте был вид, отсюда видео, но в пропало, осталось просто ид, и добавилось э, поэтому эйдон. Вот это ид, постарайтесь запомнить, а потом для узнавания форм, где нет приращения, потому что аорестный корень еще употребляется и в формах без приращения, правда нескоро мы про это будем говорить, вот это знание об ид вам будет полезно. Ну и сунаго, в аоресте сунэгагон, ну или аго, а эгагон, это так называемое мотическое удвоение, легче просто заучить эту форму, чем заучивать, что за удвоение такое. Также в предыдущих словах у вас пару слов сказано о глаголе оида, который перфект имеет значение знаю, несмотря на то, что перфект аналогичный настоящему времени, и форма прошедшего времени для этого глагола будет, конечно же, не аорестом, а плюс к вам перфектом, плюс к вам перфект, это такой перфект сдвинутый в прошлое, мы его изучать будем попозже, но формы для данного глагола даны вам уже сейчас. Эйдейн, эйдейс, эйдей, эйдемен, эйдете, эйдеса. А если вам формы кажутся катастрофически незапоминаемыми, обратите внимание, что просто здесь стоит эй, в качестве образующего времени используется дифтонг, в качестве соединительных гласных, прошу прощения, используется дифтонг эй, к которому добавлено вторичное окончание. Н, эс, пустое, мэн, тэ и сан, которые мы уже несколько раз с вами встретили в разных ситуациях. Поэтому э, с подписной йотой, эд, а потом эй и окончание. Вот если вот эти какие-то детали запомните, то плюс к вам перфект, ну или просто для слова, для ойда это просто простое прошедшее время, вы начнете узнавать. Да, конечно, есть некоторые сложности с аористом, ну с аористом нескольких глаголов, но от повторения сложности будут преодолимы, и как часть вот этого процесса повторения, это выполнение домашних заданий. Давайте мы глянем разминочное упражнение к 22 уроку, но остальное сами думают, и потом, когда вы все сделаете, посмотрите, конечно, видео с обсуждением домашнего задания на сайте курса. Итак, разминка, первое предложение. Элтон, простон иисун. Элтон, это аорист от глагола эховай. Его просто отдельно нужно заучить. Он пришел к Иисусу. Как правило, вот у глаголов, которые имеют такое вот предельное значение, то есть процесс, завершающийся определенным пределом, аорист регулярно переводится совершенным видом. Он пришел к Иисусу. Прос элтон, ауто, хо, нацетай. В данном случае подхожу, или прихожу, да, вот, опять же, глагол просох хамай, в аористе, вот этот корень элт все еще виден, подлежащие ухо, мадетай ученики, пришли к нему ученики. Почему я перевел к нему? Ну, пришли ему ученики, вы, конечно, могли бы попытаться перевести, но дательный падеж в греческом языке указывает в отношении кого совершено, в чью пользу совершено действие, на что направлено действие, с чем связано действие, и вот это вот направление, связь, действие, то есть прихождение, как-то связанное с ним, ну, по-русски вполне естественно выражается с помощью предлога к. Пришли к нему ученики. Опять-таки, неверность оригиналу, вот как корявые, беспредложные переводы делать, что-то типа пришли ему ученики, так не надо говорить, там, где по смыслу требуется предлоги, добавляйте, пришли к нему ученики. Гамма. Эболен Аутуз Эйстен Ген. Эболен Аурестад Бауа, бросать. Он бросил их в землю. Ну, наверное, все эти люди идут речи. Дельта. Пневмо Хагион Элабетэ. Вопрос. Элабетэ, Ауэст Атламбану. Беру, получаю. В данном случае, второе лицо, множественное число, вы. Духа Святого вы получили, или Духа Святого, вы там, ну, приняли, да, наверное, можно как-то литературно перевести, получили нормально. Духа Святого вы получили? Вопрос. Эпсилон. Хой профэтай апетанан. Апетанан, ауэст апотнеско, корень тан, иск добавил с настоящим времени, но корень тан хорошо виден в других временах, ап, э, тан, он. А приставка, э, превращение, тан, корень, он, гласное с окончанием. Пророки умерли. Зэта. Эйс Элтон, эйс Гален Исраэл. Эйс Элтон, от Эхамай, вхожу, он вошел в землю Израиля. Эсраэл, не склоняемое слово, поэтому подешиво подбираем по контексту. И последнее, Хэлээс Гар Харин Паратут Тру. Ибо Хэлээс это Аорис от Хэлэ Риско, корень Хэлур, ибо ты нашел благодать у Бога. Ну, как видите, переводится все довольно легко. Кстати, видите, большинство переводов с совершенным видом. Вообще, чаще, конечно, Аорис будет совершенно будем переводиться, мы про это говорили, все-таки обычно же речь идет о прошлом, но все уже завершилось, и совершенно вид хорошо подходит, но не расслабляйтесь, несовершенный вид в определенных контекстах для Аорис это вполне уместный перевод. Внимательно следите за контекстом и пробуйте варианты. Хорошо, варианты вы будете пробовать переводить для домашних заданий, а пока спасибо за внимание, благослови. Продолжение следует...